С началом заморозков легкоатлеты Приморья перешли в крытые помещения. Соревнования в манежах – важная и неотъемлемая часть этого вида спорта. Одними из самых массовых стартов под крышей является состязание «Первая высота». Под таким названием вот уже несколько лет подряд во Владивостоке проходит борьба юных спортсменов со всего региона. У нас порядка 400 человек. Ну, это всегда самые трудные соревнования для нас, потому что народу действительно очень много. Тем более, как бы департамент идет навстречу и оплатил проживание. Это уже большая помощь для спортсменов и родителей. Уссурийск, Артем, Фокина, Находка. То есть, в принципе, все города, которые вот у нас есть, они все привезли. На беговых дорожках и прыжковых зонах встречаются ребята в возрасте 12-15 лет. Все они представляют по большей части школы своих городов и сел. Многие молодые легкоатлеты приезжают на эти старты уже в течение нескольких лет. В целом, опыт у парней и девушек довольно богатый. Есть даже кандидаты в мастера спорта. Они, к слову, здесь развязывают основную борьбу не только за медали, но и за возможность представлять Приморье на первенстве Дальнего Востока. Ну, вообще, разумеется, как, наверное, и любые спортсмены, хотелось личные результаты какие-то улучшить. Ну, и просто для меня лично это какой-то вызов, какое-то испытание. Как-то проверить стойкость духа своего. Ну, а я приехал сюда, хотел поставить, ну, третий разряд, второй. Ну, поставил третий взрослый разряд. Впереди зима, но легкоатлетов это не останавливает. Их ждет по-настоящему манежный сезон. Только за декабрь спортсмены успеют посоревноваться на первенстве общества «Динамо», на краевых стартах среди юношей, а также на чемпионате Приморья. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на восьмом.